Увага! Пачали! Сёдня раницей мы, сям я тут айшонков, як тольки прачнулися, то як залжды размястилися каля телевизора. Ох, как же я устал! Сегодняшний день, день 12 мая, наши западные враги назвали международным днём синдрома хронической усталости. И вирус этой усталости, разработанный в секретных лабораториях ЦРУ, коварно подкрался к нам с тех самых четырёх направлений, о которых предупреждал наш дорогой председатель товарищ Перетрахченко. И все мы устали! Но проявилась эта усталость не сегодня. Уже почти что 30 лет здесь длится сериал. Любой айтишник, инженер, его смотреть устал. Устали к чёрту все врачи, устали власть лечить. Пора отсюда тропануть, пора нам отдохнуть. Коровы все в говне стоят, их некому доить. Только не устал ОМОН, хрозит всех посадить. Пора валить, пора валить, пора нам в дальний путь. Пора от беспредела нам немного отдохнуть. Слыхала, подруга, сегодня день хронической усталости. Матка-боска, а я ж думаю, чого я так стомилась? Запомни, дуринда, в нашем передовом колхозе устали все. Не устали только цены. Скачут вверх, как бешеные. И превоснимагая эту хроническую усталость, все от такой жизни удирают. В нашем процветающем колхозе появилась тревожная тенденция. Растет дефицит рабочих и инженеров. На совещании по развитию промышленности председатель Перетрахченко наметил пути привлечения кадров. Это что же получается? Вот я читаю справку. В колхозе тотальный дефицит слесарей, токарей, монтажников, электромонтеров, шлифовальщиков, фрезеровщиков. Вы не устали писать мне такие справки? У меня возникает вопрос. Куда смотрит комичет колхозной безопасности? Где губопик? Где красавцы из ОМОНа? Почему до сих пор не привлекли всех, кого еще можно привлечь? А если поудирали молодые специалисты, так привлеките вместо них пенсионеров. И пусть они убедительно расскажут по телевизору о том, что мы стали жить хорошо. Вот правильно. Все, кто говорит, что мы живем плохо, пора привлечь. За что? А чтоб не подрывали нашу стабильность. Так им и надо. Вот даже товарищ Перетрахченко отметил в своем докладе, что мы устали от нестабильности. Лучше б вы, предки, устали от телевизора. Молчи, лоботрас. Ты почему еще не в школе? А я тоже устал. И от чего же ты, бесчельник, устал? Как мудро отметил ваш любимый товарищ Перетрахченко, я устал от революционных мер в системе образования. Есть у революции начало, нет у революции конца. Як бачите, у нашим колхасе стомилися усе, окромя нашего деда и старшини Перетрахченки. А где девчель? Я здесь. Ну что, нефть нашли? Пока нет, товарищ председатель. Но ищем. Заруби себе на носу. Нефть – это залог нашего процветания. Просто вам всем в головы с детства вдалбливают, что на этом клочке земли нефти нет. А я давно говорю, пора менять эти дурные школьные учебники. Надо просто в учебниках написать, что нефти у нас хоть залейся. И ты, как председатель Комитета колхозной безопасности, обязан ее найти. Так чекисты ж уже сбились с ног. По всему колхозу бегают, внюхивают, уже все устали, а нефти все нет и нет. Ты мне голову не дуры. Ты мне ее хоть из-под земли, но достань. Устали чекисты? Восьми в помощь ОМОНовцев. Но нефть – кровь из носа. Вы обязаны обнаружить. Это понятно? Так точно. Выполняй. А теперь о главном. Наташа! Я здесь. Шо ты мне за топор подсунула? А что? Хороший топор? Финский? А почему не наш? Не отечественный? Так с отечественными одно мучение. Они же все плохие. А почему у нас не делают хороших? А потому что от вас не было соответствующей директивы. Председатель колхоза Светлый Жах, товарищ Перетрахченко, издал очередную директиву, в которой потребовал навести, наконец-то, полный и окончательный порядок в сельском хозяйстве. Товарищи, перед нами поставлена грандиозная, взаимоисключающая задача. С одной стороны, увеличить количество кормов на 20%, а с другой, снизить обсираемость коров на те же 20%. Цели ясны. Задачи определены. Всем раздеваться и работать! И можно не сомневаться, что, несмотря на повальное воровство, коррупцию, пьянство и приписки, эта амбициозная задача будет решена. А теперь отличная новость из колхозной сферы обслуживания. По многочисленным просьбам трудящихся в туалетах торгового центра установлены камеры наблюдения. Это часть наших чехистских мероприятий, которые предотвратят нанесение ударов боевыми дронами с территории Польши и Литвы по объектам нашего родного колхоза. И теперь, наконец-то, в нашем колхозе не осталось места, где можно было бы провокационно заявить, что мы живем плохо. Извращенцы, убийцы, педофилы, грязные лжецы, психопаты, сатамиты, террористы, проститутки, плесень человечества. Слушай, выруби ему звук. Думать мешает. Песы! А о чем вы, товарищ Караул, думаете? А я вот думаю, это мы устали от экономики или это экономика устала от нас? Экономика устала, крепко спит. Чтобы ей проснуться, надо взять кредит. Но Вован давать не хочет. Говорит, платеж просрочен. Так скорей слетай у Китай. Так китайцы ж не дураки. Они уже давно все поняли. Не питайте вы надежду на Китай. Скажет Пиня, очень скоро нам бай-бай. Лучше сразу нам ложиться. Все равно кошмар приснится. Так что отдыхай. Баю-бай. Шухер! Берет Рахченко идет! Ну что, охламоны, устали? Расслабились? Сейчас я вас взбодру. Помните афоризм про советское прошлое, который родился на фоне разрухи 90-х? Те, кто рукоплескал либеральным реформам, вдруг прозрели и начали вспоминать, как хорошо мы плохо жили. Так вот, чтобы не пришлось когда-нибудь сказать так же и о нашем с вами времени, сравнивая его с какой-нибудь очередной гуманитарной катаклизмой. Давайте честно признаем, мы никогда и что так не жили хорошо, как сейчас. Просто народ расслабился. Чтоб народец не ленился и не дрых, пусть бодрей мои красавцы будят их. А если кто пахать не хочет, отметелим их разочек. Отдых забывай. Не зевай. И тогда мы будем жить еще лучше. Хотя тут у нас нет того, что есть, например, в Эмиратах или в России. А что там в Эмиратах? Тсс, молчите, коллега. Что товарищу Перетрахченко надо, то все в Эмиратах. Тогда надежда только на Россию. И, наконец, к новостям из братской славянской России. Чтобы пополнить состав Черноморского флота, президент России распорядился ускоренно за два месяца научиться строить корабли без иностранных технологий. Хватит нам, русским людям, бездумно подчиняться закону Архимеда. Издавна наша славянская сила выталкивания вдвое, а то и втрое, превышает силу, открытую этим безродным пиндосом. На очереди законы Паскаля, Бернули и Бойля Мариотта. Я вот не понимаю, Дмитрий, что значит сила выталкивания? Если она существует, то почему она крейсер Москву не вытолкала? Ох, тут много причин. Во-первых, недостаток финансирования. Во-вторых, глобальное потепление. И вообще, пиндосы. Да, англичанка гадит. Уже вроде и померла, а всё туда же. Владимир Владимирович, разрешите? Входите, Николай Платонович. У меня прекрасная новость. Похоже, что в колхозе у Шуры наконец-то взялись за ум и собираются разбомбить киевские больницы. В кой-то веке хорошая новость. А это не фейк? Вот оперативная съёмка. А это что за хмырь? Это председатель их колхозной безопасности. Выглядит неплохо. А когда говорит, так вообще красавчик. На Украине действует формирование из белорусов, которые принимают участие в военных действиях на стороне ВСУ. Все эти лица, их деятельность, их террористические планы по свержению товарища Перетрахченко нам известны. В борьбе с терроризмом мы будем действовать решительно и без колебаний. По законам военного времени. Даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы. Ну вот, наконец-то. Лучше поздно, чем никогда. Может, всё-таки пока не стоит обольщаться? Вы же знаете Шуру? У него же семь пятниц на неделе. То бомбить, то договариваться. Так позвоните ему, Дмитрий. Надо поддержать его в благородном порыве бомбить лечебное учреждение. Стойкий и последовательный защитник киевских больниц от бомбёжек дорогой товарищ Перетрахченко на проводе. Здравствуйте, Шура. Мне тут сообщили, что насчёт участия в специальной военной операции вы, наконец-то, решили взяться за ум. Конечно, я решил взяться за ум, Вован. Вот только есть одна проблема. Не знаю, за что ухватиться. А что вам мешает? Как всегда, отсутствие кредитов. Вот пиндосы. Те дали Зеленскому аж 61 миллиард. Это ж куча деньжиш. Зеленский же их без меня ни за что не освоит. Вы на что намекаете? Да я не намекаю. Я прямо говорю. Ты мне союзную помощь цинично зажал. А это не по-братски. Вот если бы мне дали 61 миллиард долларов. О, я бы показал, как их надо осваивать. Шура, ну сколько можно? Я от ваших вымогательств уже устал. Так это ж ты не от меня устал, а потому что сегодня день хронической усталости. Вот ты и устал. А может, это вы устали быть председателем? Может, вам пора отдохнуть? Заруби себе в ванну носу. Я вам не ельцин. Я не устал. И я не ухожу. И вы все, Ахламоны, запомните. Отморозки, которые меня в 20-м просили уйти, все разбежались. И сбежали они от испуха, что я уйду на самом деле. И в колхозе останутся одни руины, как в Орше. И поднимать эту Оршу без меня будет некому. И поэтому оставшийся народ просит меня остаться. Гениально! Почему я командую здесь? Назову по секрету причину. Я истерзан, замученный весь, пожилой и усталый мужчина. Уходить откажусь наотрез, чтоб на ферме не сдохла скотина. Мол! Ведь без меня вам нельзя никак. Есть на вас огромная куча улик. Без меня вас сразу шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Сколько б вы не прыг-прыг-прыг-прыг. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Изможденный на вас я орал, так что глотка от крыка охрыпла. Признавайтесь, кто этот нахал, что играть хочет первую скрипку? Нет, останьтесь, вы наш идеал. Не позволим вам сделать ошибку. Мне рано на пенсию, я ж не дурак. Вы бодры, как юноша, прыг-прыг-прыг-прыг. С вами нам завидует каждый поляк. Кто мы без вас? Нам же кирдык! На власть кто позарится всех в автозак? Сейчас грозавцы выскочат прыг-прыг-прыг-прыг. Как взмахнут дубинками бах-бах-бах-бах. Бум-бум-бум-бум! И всем вам кирдык! Гляди, Васечка! Наш старшиня Перетрахченко заявил, что ему уже надо окончено быть старшиней. Як ты личишь? Йонка же правду тихлусить? Я тебя, Кася, сейчас научу, как надо определять, говорит Перетрахченко правду или врет. И як же? Смотри внимательно на его лицо. Если он открывает рот, значит врет. Будь гарантом всенародным я устал аж караул. Я от кресла бы охотно своего я отдохнул, порыбачил бы на славу, пропалул бы огород, но обидно за державу и тревожно за народ. Кто и что им под гармошку сможет толком объяснить, как весной сажать картошку и трава зимой рубить? Без меня дурным и пьяным станет гордый наш колхоз. Я за кресла не цепляюсь, я в него, походу, врос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин